Что это? Совершенно не случайно. Второй год на базе школы действует клуб юных инспекторов дорожного движения. Учреждение оснащено новейшей компьютерной техникой, которая позволяет эффективно и качественно осуществлять подготовку детей по знаниям ПДД и существенно упростило подсчет голосов во время проведения Олимпиады. Перед награждением старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слудского РУВД Дмитрий Семибратов. Кратко подвел итоги, указав ребятам на наиболее часто совершаемые ошибки. А ведь эти знания спасают жизни. Ну были и легкие, ребят, вопросы. Просто были на внимательность. Буквально две минутки разберу, да. Вопрос был, два велосипедиста двигаются, да, друг напросят друга. Один там, по-моему, полтора метра от края, второй 0,5 метра, да. Чего отвечали? Да, а что там было рядом, вы заметили? Нет, и обочина была. Что было? Обочина. И все, практически, я вот наблюдаю, уже никому не подсказываю, думаю, ну, на внимательность. Просто один вопрос, решил эксперимент. Думаю, Катчин все-таки внимательно, именно на внимательность. Две обочины по сторонам, а сбивают что? Вот эти вот цифры, да. А у нас что, по правилам дорожного движения, где можно двигаться велосипедистом? По тротуару. Если нету велосипедной дорожки. Если есть велосипедная дорожка, то значит по велосипедной дорожке, да. По чем еще дальше? По тротуару, по велосипедной дорожке и по обочине, при ее наличии. Обочина была? Так, а что тогда нарушают? Что тогда 0,5? Причем 0,5? Значит, мы должны двигаться где? Плюс белая линия была, отбойник, обочина обозначающая. Так. Награждение начали с самых маленьких участников. Победитель среди пятых классов. Так. Интрига. Гимназия номер 2, учащийся в бычении. Мирослав. Молодец, Мирослав. Очень быстро решал, видел я твои ответы. Гимназия номер 1, город Ослудска. Токарь Анастасия, пятый класс. Тебе приз, здесь фликер, специальная расчетная закладочка такая. Все, что необходимо для школы тебе. Спасибо. Молодец. Награждается дипломом первой степени в Олимпиаде Слудского района по правилам дорожного движения. Это учащийся государственное учреждение образования. Не потому, что мы здесь сейчас находимся, а потому, что он действительно победитель. Район на областном этапе поедет представлять учащиеся седьмого класса средней школы номер 9 Алиция Соболь. Она быстрее всех справилась с испытанием. Сегодня я участвовала в районной Олимпиаде по ПДД и заняла первое место среди седьмых классов. До этого я еще участвовала в различных конкурсах по ПДД, занимала призовые места. Я очень рада, что заняла первое место. Я не ожидала, что займу. Я немного волновалась, все же у меня было какое-то волнение. Вопросы особо никакой сложности меня не вызвали, так как я готовилась. И я буду готовиться ехать на областную Олимпиаду. Учащиеся под леской средней школы стали победителями в командном зачете. Мы сегодня выступили очень хорошо. У нас была только одна ошибка. Также там были достаточно сложные ситуации. И в одном случае достаточно тяжело было заметить то, что там нужно заметить ошибку. Но мы справились, сделали это за достаточно быстрое время, допустив только одну ошибку. Эту ошибку, мне кажется, мы запомним навсегда. И в следующий год участники будут запомнить и смогут выступить еще лучше. Данная Олимпиада состояла из двух этапов. Первый этап – это решение индивидуального билета, который состоял из 20 вопросов. И второй этап – это командное решение, задание. Предоставлялась информация для детей, скажем так, о городок, на который были нанесены объекты, нарушающие правила дорожного движения, не нарушающие правила дорожного движения. Ребята решали интерактивную задачу. Были разделены на команды, которые решали билеты в командном зачете. В результате решения учитывались как количество ошибок, так и время, за которое ребята разрешали данные интерактивные ситуации. То есть это были именно дорожные ситуации, которые часто встречаются каждый день и помогают ребятам совершенствоваться в направлении правил дорожного движения. И не делать ошибок как на дороге, так и, скажем так, при решении билетов по правилам дорожного движения. Наименьшее количество ошибок и наименьшее количество затраченного времени те ребята стали победителями районной олимпиады по правилам дорожного движения и были награждены дипломами, памятными призами, сладкими призами. Ну а мы держим кулачки за Алицию Соболь. Персонали мобильность.